Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Мажелиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Белорусский лидер отметил, что визит парламентской делегации из Казахстана может способствовать расширению взаимодействий между нашими странами. Стороны настроены на то, чтобы восстановить прежние объемы товарооборота. К тому же этим летом в Астане пройдут два важных события – саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирная выставка. Александр Лукашенко отметил, что готов встретиться с президентом Казахстана во время этих знаковых мероприятий. В Москве прошел бизнес-форум, который объединил более 500 участников из трех стран. Впервые в таком формате бизнесмены собирались в Вене, затем в Минске и теперь в российской столице. Крупный экономический форум собрал бизнесменов и руководителей ведущих компаний. Наша страна планирует создать совместный проект в сельхозмашиностроении с Россией и Австрией. Сегодня на российский рынок Беларусь поставляет более 40% отечественной продукции. Тесно сотрудничаем и с Австрией. За последние семь лет в модернизацию белорусских компаний вложено около 6 миллиардов евро. Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в норвежском Хальман-Колине в программе мужской и женский спринт. Первыми на лыжню выйдут женщины. У лидера нашей сборной Дарьи Домрачевой девятый стартовый номер. Также женскую команду представят Надежда Скордина, Ирина Кривко, Динара Олимпекова и Кристина Ильченко.